Есть. Кошмаром с ним невозможно было, да, для тех самых израильтян. Ну вот он произошел на самом деле. И это еще раз говорит о том, что старый мировой порядок он рухнет. Но вместе с ним рушится и экономическая старая система. Я вообще могу сказать так, как человек не очень сведущий в экономике, что этот классический капитализм с его рыночной экономикой и прочими, значит, какими-то прибамбасами, все это ушло, уходит, во всяком случае, в историю. И мир ждет чего-то нового, чего-то другого. А что же будет? Что придет на смену? И никто не знает, что придет на смену. Но, знаете, Елена Николаевна ведут. Елена Николаевна, доктор экономических наук, профессор, наш замечательный преподаватель школы здравого смысла, наш друг, товарищ и соратник. Сегодня у нас в эфире, дорогая Елена Николаевна, здравствуйте, рад вас видеть. Вам слово. Здравствуйте, Александр Горовныч, здравствуйте, наши зрители. Я считаю, что мы вовремя с вами сегодня встретились, потому что действительно вопрос номер один, а какой будет новый мировой экономический порядок? И какое место будет в этом порядке у России? Да, так вот, я бы хотела прежде всего отметить два таких знаменательных события. Первое, то, что на Кубе в конце апреля, в течение трех дней, будет идти очень интересный форум международный, посвященный формированию нового мирового экономического порядка. Туда приедут такие видные, как ученые, политики, общественные деятели, будут обсуждать, что же делать. Я послала туда свой, там, знаете, какая идея, два дня будут эти таких важных конференций. Первый день – это анализ ситуации, второй день – конкретно предложение. Я послала и анализ ситуации, и предложение. Поскольку я не поеду, ну, это лететь туда на три дня и назад – это с ума сойдешь. Поэтому я попросила озвучить мои все вот эти записки моего друга, замечательного человека, прекрасного. Он был когда-то, даже говорят, десантником в Африке, доктор истории, профессор университета Гаваны, очень интересный человек, Оскар Волроса. Он обещал все это сделать, но у меня, правда, возникла и более такая, может быть, правильная мысль, что надо записать себя на видеофильм и послать туда уже… Ну, это я сейчас буду стараться сделать, потому что у них нет видеоконференции. Там очень плохая связь, и то, что американцы им мешают. Но узнала я об этой конференции прежде всего от своего бандл-форума, в котором я регулярно участвую, в «Возрождении Азии». То, что мы говорили, движение неприсоединения регулярно проходит в Париже. Председатель прислал мне эту информацию, какие будут у вас предложения, хотите, туда, значит, можно и поехать. Значит, наш бандл-форум подготовился к этому событию. Но я бы сказала так, что основная идея, которая у всех присутствует, это идея восстановления справедливости. Она буквально у всех ученых, у всех нормальных людей, что этот мир очень несправедливый, и надо за справедливость бороться. Но я-то вижу проблему несколько иную. Почему? Потому что, конечно, справедливость нужна, мы с этим не спорим. Но если будет продолжаться экономический хаос, вот этот бардак, то в нем всегда выиграют самые богатые, а бедные должны умирать. Поэтому если мы не предложим выхода из этого хаоса на некий новый путь развития человечества, то человечество ждут очень плохие события. В основном на Западе, кроме предложений о справедливом распределении, никаких нет предложений, как организовать общественное производство, чтобы продукт, который производится нужным людям, производился все в большем количестве, лучшего качества. И как бы та же борьба за экологию, она не может сегодня решаться из-за хаотичности в целом всех экономических процессов. И предполагает решение сознательное, если мы начнем уже составлять те планы развития экономики, которые бы учитывали и необходимость экологической безопасности. Но это пока оставим в стороне. Я бы хотела сказать еще следующий момент, что письмо получила также от директора Института глобальных процессов Марка Ричери, который тоже входит в состав ученого совета нашего форума «Возрождение Азии в Париже», который написал, что это все хорошо, что мы готовимся к встрече на Кубе, высказать наше мнение, оценку событий. Но будет еще интереснее событие в сентябре. Вот это надо тоже понимать. Сейчас я даже зачитаю слова Гутерриша. Это будет крупное мероприятие в ООН в сентябре 2024 года. Александр Городович, нам его ни в коем случае нельзя пропускать. Что за событие? Оно посвящено тому, чтобы определить вместе с сообществом, государ-членом, каким будет пакт о будущем. Так генеральный секретарь Гутерриш на министерской встрече, еще посвященной будущему саммиту 23 сентября 2023 года, сказал, «Будущий сами в сентябре 2024 года представляет собой уникальную возможность помочь восстановить доверие и адаптировать устаревшие институты и структуры в современном мире, основанные на равенстве и солидарности. Но это больше, чем возможность. Это важнейшее средство снижения рисков и создания более безопасного и мирного мира. Именно вы, государство-члены, будете решать, что делать дальше. Но давайте проясним. Время не на нашей стороне. Заигрались. Понимаете? Это очень серьезный вопрос, серьезное обсуждение. Готовится в ООН. И вот по этому поводу я бы хотела поделиться своими наблюдениями, потому что, естественно, такие важные события. Люди недовольны формирующимся новым мировым порядком, хотят восстановления справедливости. И понятно, что мне нужно было опять окунуться в историю, чтобы сделать дополнительные новые выводы, которые, считаю, будут нам всем очень полезны. Значит, что бы я хотела сказать? Действительно, капиталистическая модель, вот как она развивалась и развивается, она ведет человечество к катастрофе. Это надо признать и на этом, как говорится, поставить точку. Эта модель развивается по фазам цикла либерализация, протекционизм, война. Каждая следующая война гораздо более жестокая по своим жертвам, по развалу мира. Так показывает история. То есть мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы уже перешли к протекционизму, его начал в свое время Трамп в отношении к Китаю. Сейчас мы уже приходим к военному разрешению кризиса, в виде таких расширяющихся прокси-воин. То есть Третья мировая война, на мой взгляд, вот она и будет идти как расширяющиеся прокси-воины, которые будут уносить большие человеческие жертвы. Но вернемся все-таки к экономике. А что делать? Вот какая альтернатива всему тому, что происходит? Тем более человечество прекрасно понимает, что сегодня реализуется тот план, который озвучили в Давосе. Давос, Давосский экономический форум, он является как бы организатором деятельности всех государств. Их нарративы не просто рекомендации, а как мы видим, жизнь показывает, они фактически как приказ, что должны делать государства, чтобы вместе дружно проводить вот ту стратегию, которую сегодня реализует Давос, а именно он спешит организовать тотальный контроль за человечеством, за модифицированным человечеством. И более того, передать этот тотальный контроль искусственному интеллекту. А там выше уже небожители – это власть самых-самых-самых богатых людей. И, естественно, использование различных эпидемий, военных действий, но, как говорится, удержать власть во что бы то ни стало, и горе гаром все человечество пусть идет вниз. Давайте подумаем, как это все произошло. В истории человечества только одна страна – это Советский Союз – выбрал другой путь, некапиталистический. И в чем, я считаю, огромная заслуга Ленина – это был первый лидер государства, который поставил во главу угла развитие экономики в интересах живущих в стране. Развитие экономики. Потому что экономика – это жизнь. Это добыча вещества, природы, переработка его, приспособление к удовлетворению потребностей людей. Надо, чтобы люди жили. Поэтому производству самое большое внимание. Тогда же, просто так кратко напомню, мне очень, я прямо огоржусь тем, он принял Крыжановского, его план, который был, да, действительно составлен при царе, но никто его не хотел реализовывать. Это план, знаменитый план Гайлро, необходимый для повышения эффективности нашего труда. И в ходе реализации плана Гайлро, как я так понимаю, что Крыжановский оказал, конечно, величайшее, совершил величайшее благо всем нашим людям, потому что он, как инженер, великий деятель, он фактически и рождает метод последовательных шагов к составлению плана с учетом обратной связи. То есть он выстраивает те производственные цепочки, которые нужны для электрификации страны, и информация о том, что могут сделать производители, поступает нам вверх, вверх корректирует свои действия с учетом обратной связи. Вот такого способа планирования экономики никогда ни у кого не было. Этот способ планирования родился в СССР с учетом обратной связи. То есть не просто сидят там и мечтают о будущем, и пилят, скажем, тебе столько, тебе столько. Это называется индикативное планирование. У нас родилось фактически экономическое планирование, существенная частью которого являлась. Это планирование производственных связей в экономике для того, чтобы производить нужный нам конечный продукт. Мы деньгами проблему не заливали. Мы занимались производством. Так вот, когда в начале 30-х годов страна вырывается на курс индустриализации, подчеркну, в основе его лежал опять-таки этот план, составляемый методом последовательных приближений или более кратко сказать методом итерации, методом, который фактически родила наша страна благодаря в том числе именно Крыжановскому, его инженерному таланту. Мы смогли стать, как вы помните, страной-победителем во Второй мировой войне и страной, определяющей биполярный мир. Так вот, в 30-х годах, что самое интересное, наш опыт в силу своей неоднозначности, непонятливости вызвал оживленные дискуссии в мире. В 30-х годах эти дискуссии проходили в основном на Западе, и там сразу образовалось два лагеря ученых. Одни рассматривали, что наш план – это ГУЛАГ, это диктатура, но никакого отношения, понимаете, вот составление плана, согласование информационных потоков с тем, что вот человека наказывают или наоборот хвалят, никакого отношения к этому не имеет план. То есть это просто, вот какие-то, это австрийская школа Хаек и Мизеск, кстати, их учеником с гордостью называл себя Гайдар, они резко выступили против модели планирования, что там человек винтик, и рынка там нет, и очень плохая жесткая диктатура, она нам не нужна. Но другие ученые, очевидные, в Англии, кстати, среди них были Англосаксы, Лернер, Пигу, и был очень интересный ученый польского происхождения Оскар Ланге. Вообще очень интересная судьба у этого человека, потому что когда Пилсус и взял власть, Ланге уехал в Штаты, стал профессором Чикагского университета, и он всегда поддерживал исследования в нашей стране. После войны, уже Второй мировой, он возвращается в Польшу, он становится руководителем Газплана, и он же делает Газплан в Индии. У него есть книжка «Введение в кибернетику». Очень интересный человек, ученый. Вот пока он был у Гамулки, дела были в Польше неплохие, потому что доверие он имел колоссальное от людей. Да, так вот, возвращаемся назад. Ланге тоже выступает резко в защиту нашего способа планирования. Почему? И вот те ученые, которые поддержали. Потому что мир уже тогда, когда увидел, что образовался монополистический капитализм, который ведет человечество к гибели, уже тогда стал искать альтернативу. И вот эту альтернативу они увидели в нашем опыте. И в ответ Хайвику и Мизесу они говорили, да, там нет сегодня рынка, потому что модель чрезвычайная, модель индустриализации, подготовки к тому, что кризис рано или поздно будет разрешаться военным путем. Поэтому мы понимаем, почему она сегодня без обратной связи со стороны рынка. Но никто не мешает потом в мирное время включить эту обратную связь в эту модель, и она будет идеальной моделью для будущего развития человечества. То есть такие оценки уже давали в 30-е годы. Потом, как мы помним с вами, наступила война, потом восстановление экономики. Когда восстанавливали экономику, очень многие ориентировались на опыт нашей страны. Даже Великобритания, Франция, они национализировали огромные отрасли, потому что им нужно было с помощью государственного регулирования экономики выходить из кризиса как можно быстрее. А что касается развивающихся стран, так они вообще выбирали курс индустриализации, потому что они хотели стать такими же великими, каким стал Советский Союз. Если Россия была страной периферийного капитализма, то, глядя на наш прогресс, многие пошли нашей дорогой. Та же Бразилия, та же Мексика, та же Индонезия хотела стать великой. То есть мы были такой интересный пример. А дальше происходит следующее, что после войны, когда мы столкнулись с очень серьезными проблемами, как повернуть экономику с военных рельсов на мирные, устремиться в сторону улучшения жизни людей. С другой стороны, нам стало очень трудно вручную считать наш план, потому что вот этих итераций для составления общего планового баланса, их нужно было провести очень много. Усложнились связи между производителями, выросли объемы производства тогда, к 50-м годам. И перед страной стала задача, как нам перевести вот этот процесс расчета плана ручной на автоматизированные рельсы. То есть как нам использовать уже появившиеся тогда компьютеры, чтобы они могли взять на себя рутинную работу по расчету плана, оставляя нам время творческого вывода, какой же сценарий из тех планов, который помогает нам рассчитать автоматизированную систему, для нас будет наиболее приемлемой. Но мы, к сожалению, тогда в начале 50-х годов, понимая сложности планирования, вот вся проблема-то в чем? С одной стороны понимаем, с другой стороны думаем, а зачем нам такая сложная система управления экономикой? Давайте посмотрим. Вон Америка. Живет без всякого плана, так мы считали, и живет прекрасно. У нее рынок. Рынок все помогает и определяет. Мы даже не думали тогда, что прекрасная жизнь Америки основана на том, что внутри международных валютных систем сидят ее ключевые валюты, которые она может рисовать сколько угодно и менять на материальные ресурсы, продукты других стран, прежде всего развивающихся. Мы об этом не думали. Как-то очень примитивно. Вот в магазинах у них все лежит, а у нас почему-то не все. И опять не думали. А почему не лежит? План виноват? Конечно, нет. План, вот любимый пример, туалетная бумага. Всегда они его приводят. План ее выпускал. Мы выпускали по плану туалетную бумагу. Но то, что на рынке она продавалась по ценам, которые были занижены, потому что цена должна была соответствовать спросу и предложения, то причем здесь план, что вы так продавали. Не нужно эти клише. Вот эти клише, что план – это диктатура, директивно-командная, тотальное управление людьми. Но это же все бред. То ли люди не понимают, что такое планирование, как расчет этого баланса, то ли эти люди специально вешают клише, чтобы фактически уничтожить то, что нам дало величие. Нам этот план дал величие нашей стране. И вот, да, мы затормозились, мы и науку, и кибернетику, а это наука управления. Кибернетика – это наука. Это не нарративы Шваба. Это наука управления, которые нам формулируют важнейшие принципы, как управлять. Системный подход. Конкретность. То есть, если ты изучаешь экономику, ты хочешь ее управлять, ты должен знать объективные законы развития экономики. Если ты их не знаешь, и не суйся туда. Никогда ты не создашь эту систему управления экономикой, поскольку ты не знаешь самого объекта экономики. Это важнейший принцип конкретности. Не могут математики, технари, не могут создать нужную систему алгоритмов для того, чтобы управлять развитием экономики, потому что они не знают, как она функционирует. Следующий важнейший принцип – это понимание, благодаря пониманию закона, как экономика движется, соответственно, созданием системы математических алгоритмов, описывающих ее движением в направлении к целевой функции реализации. А цель у нас какая? Роскачество жизни. То есть, мы имитируем, моделируем поведение экономики. Мы можем использовать, вот как самолет летит и смотрит на экран, точно так же и ты можешь управлять развитием экономики, используя этот экран. И, естественно, автоматизация. То есть, создание сети вычислительных центров, которые работают на сбор экономической информации, который нужен для того, чтобы вся она, включая информацию о любой ручке с ее особенностями, агрегировалась и поступала в модель, которая представляет свою систему алгоритмов обработки этой информации, фактически в составлении планового межотрассового баланса. И затем точно так же информация спускается вниз, кто что производит, как делить капитальные вложения между всеми, кто участвует в процессе гармоничного развития экономики страны. Это задача, которую можно было решить только используя кибернетику. Но поскольку мы сказали конкретный предмет, то только экономическую кибернетику. Вот эта наука, вот эта парадигма сегодня наиболее важная, не техническая кибернетика, ее полно, капитализм ее обожает. Это и роботы, интернет-вещей, финтех, вот этот бред экономика данных. Какая экономика данных? Даже слова какие-то глупые. Для чего вы все подряд собираетесь, если у вас нет той самой системы, которая алгоритмов, позволяющих обработать для повышения эффективности управленческих решений? А вот наш искусственный интеллект, они кричат, все создаст. Ну как ваш искусственный интеллект создаст, если у него нет этих алгоритмов? Не может он мыслить диалектически, не может он мыслить кибернетически. У них даже до сих пор нет ни одной динамической цифровой технологии. А наш план, он был динамической цифровой технологией. Но никогда ни один искусственный интеллект не решит проблему глобального кризиса. Никогда. Человечество будет продолжать идти в катастрофу, убивая и уничтожая более нищие слои и развивающиеся все страны, куда, кстати, и мы с вами попали теперь. Да, так вот, мы запоздали и правильно оценивали советники Клинта, тогда был Кеннеди, что если русские делают автоматизированную систему управления экономикой, мы проиграли в холодной войне. Не забывайте этого никогда. Это был 1962 год. Так они оценили, потому что руководство страной тогда заявило о необходимости создания. А они так ответили. И дальше происходит что? Очень интересный процесс. Значит, с одной стороны, мы говорили, Глушков пошел ставить, как сегодня все цифровики ставят, чтобы нужны всем деньги, своих людей сажать, им помогать, им институты создавать, вот эти машины везде ставить. А с другой стороны, наша Москва, экономико-математический институт, который живет и здравствует, люди там прекрасные, я честно говорю, очень замечательно, стали защищать докторские диссертации, копируя западные модели, которые не имели никакого отношения к работе нашего Газплана, присваливали им название социалистической экономики, защищали докторские кандидации диссертации, все дружненько разделили свою поляну по кусочкам, и вот эти все кусочки, которыми все занимались, а именно математическая экономика, экономика математической модели, эконометрика, исследования операций, системный анализ, вот эту всю кучу, поляну с экспертом разделили, все друг друга любят, объединили и назвали, а это и есть экономическая кибернетика. То есть это не наука, экономическая кибернетика, а это куча кусочков, и вот обратите внимание, да ничего не изменилось, одни кусочки, каждый что-то предлагает, а где системный подход, где понимание того, как экономика движется в своем развитии, куда она идет, как изменить путь ее движения к улучшению жизни, к улучшению нашей национальной безопасности, его нет, но все предлагают какие-то кусочки. Да, так вот, 60-е годы, мир опять вернулся, мир, мир вернулся к научным дискуссиям, потому что всех пугает будущее уже тогда, понимаете, он как только монополистический капитализм пришел к власти, все увидели, что так процессы будут, он будет всех захватывать, уничтожать, захватывать, ну и в конце концов человечество будет уничтожено, нужна новая модель. И вот посмотрели на нас, значит, да, действительно, мой, вот так получилось, отец работал в Минске, в стороне немножечко от Москвы, он дружил, ездил в эти институты, с ими очень дружил, действительно друзья все были, но он шел своей дорогой, он был ученый, он не пиарился, как Глушков, он понимал, что если он не сделает вот эту динамическую модель, описывающую движение экономики, значит, мы не можем создать ту самую машину управления, которая нам сегодня необходима, чтобы в ней двинуться вперед, наращивая рост общественной производительности труда, благодаря тому, потому что мы гармонично увязали всех участников экономического процесса, министерства, ведомства, в единой системе, чтобы они работали туда, на траекторию пропорционального развития экономики в интересах людей, вот эту машину мы должны были создать, так что интересно, поскольку он сидел, работал, а вот когда куча занимается кусочками, вы скажите, нужен тот, кто занимается машиной? Он не нужен, он же нам мешает, и все были друзьями, и все друг друга любили, но те, кто любили кусочки, конечно, они не собирались пиарить какого-то ученого, сидящего в глуши, в Минске, хотя он был директором института, таким же, как и Глушков, и получил такой же указ со стороны руководства страной, что это нужно разработать, он работал, и фактически наша страна, когда начались дискуссии в 60-х годах по поиску новой модели, что делать, мы ничего не представили, мы представили кучу скопированных западных моделей, мы ничего не представили, ах, раз вы ничего не представили, значит, вы нам неинтересны, и в 1968 году образуется Римский клуб, куда они созывают всех олигархов, ученых, которые понятия не имеют, что делать с экономикой, там, видных политических деятелей, руководителей государств, и все дружно принимают решения. Там несколько было докладов, вот, когда их создали, был, например, доклад Тинбергена, который говорит, ну, мы же обманываем развивающиеся страны, мы на них перекидываем все время бремя долгов, причем легко, вот, примеров, пример будет следующий, когда в 73-м году в мире был кризис из-за того, что страны ОПЕК подняли цену на нефть в четыре раза, должниками оказались Европа и развивающиеся страны, например, Бразилия. Но если Европа смогла легко нарисовать свою валюту, она легко вышла из кризиса, и весь это бремя долгов перекинули на Бразилию, после чего она перестала даже мечтать быть великой. Это все очень легко перебрасывается на те страны, кто не имеет права рисовать ключевые валюты. Значит, он говорит, несправедливо по отношению к развивающимся странам, давайте мы им простим все долги. Реакция монополистов какая? Для чего мы все это делали? Мы же их как раз загоняем в угол, мы ничего не собираемся прощать. В результате было принято решение после доклада такого Ласла, американского ученого, что вот, да, глобальная катастрофа движется, она неизбежна в перспективе, они прекрасно это понимают. А мы что предлагаем? Мы предлагаем, что надо признать, признать, что локальные кризисы, которые должны быть в развивающихся странах, чтобы это бремя глобального смягчать, сбрасывать на них. То есть вот периодические кризисы в развивающихся странах, они необходимы. Иначе глобальная катастрофа наступит очень быстро. И они же тогда принимают решение, что весь мир должен быть единым, либеральным, с едиными ценностями для человека и с передачей функций государства международным экономическим организациям. То есть на повестку дня вышел функциональный суверенитет государства вместо национального суверенитета. И следующий момент. 1971 год Давос оформили Всемирный экономический форум. Его председателем стал известный Шваб. И этот Давос он приглашает руководителей всех государств. Повестка этого Давоса для всех руководителей обязательно. И смотрим дальше. Что происходит с нами в 70-е годы. образовался такой институт. Взять Косыдина его возглавил в Вишане. Всесоюзный научно-исследовательный институт системных исследований в НИСИ. А кому с кем он имел контакты? А был в Австрии другой институт. Задача которого совместно с этим институтом в нашей стране осуществить те реформы, которые бы подчинили полностью страну выполнению требований Давосского форума. У вас же ничего нет. Вы же не знаете, как дальше планировать развитие экономики. Вы застопорились. У вас кусочное мышление вместо научного. Значит, переходите, возвращайтесь обратно к нам в лоно периферийного капитализма. А то ишь, как вы прыгнули со своим планированием, поигрались и будет успешно вот этот институт во главе с Гешианей. Они же и нашли Гайдара, который там работал, и всех остальных. То есть, вы понимаете, насколько давно шло предательство, причем руководимое оттуда фактически из Довоза. Австрийский институт, который был связан с МИСИ, он готовил наших будущих реформаторов. Всех, все прошли, Чубаси, все через него прошли. И вот мы сейчас фактически оказались страной периферийного капитализма. И дальше, вы понимаете, что мы сделали? Мы страна, которая показала миру альтернативу и которая должна была продолжить идти в этом направлении, чтобы показать человечеству новый путь, а мы сдали всех, мы не только себя сдали, мы сдали все человечество. И сегодня, когда ты смотришь, а что предлагают остальные, самые светлые, благородные умы, думающие о будущем, они только как восстановить справедливость, они больше ничего не говорят, потому что они не знают, они никогда не имели тот самый опыт, который был у Советского Союза и который позволил ему вырваться из стран периферийного капитализма. И вот теперь давайте немножечко подумаем о нашем будущем тоже. Что будет с нами, если мы продолжим также осуществлять ту стратегию, в которой мы сегодня находимся. Да, к счастью, у нас оказались возможности, благодаря опять-таки тому, что еще создал Советский Союз, мы сейчас, я считаю, все-таки на данном этапе побеждаем. Это мое мнение, я не специалист, но я это просто наблюдаю, я как экономист поняла, что вот то, что Запад сегодня сидит как в луже, потому что все его превосходство было в том, что он рисовал валюту, от жадности отдал производство в Китай, они не в состоянии сделать то, которое бы они хотели, количество бомб, чтобы мы себя чувствовали гораздо хуже в этой операции. Я так воспринимаю, но они делают выводы. Я думаю, что, конечно, будет передышка так называемая, то есть будет подписание мирных условий ненадолго, на какой-то период, когда Запад поймет, что он уже готов на более высоком уровне к новому, к военному разрешению кризиса, затягивая нас туда как можно больше. Почему он так заинтересован? Я даже думаю, что мы у них враг номер один остаемся. Я не понимаю, почему наши руководства часто, я так понимаю, кто-то из окружения, элиты наши, уж не знаю, как их назвать, им кажется, что все это временно, что мы опять будем дружить. Я могу сразу сказать, нет, мы им не нужны, потому что мы страна с ядерным потенциалом и достаточно приличным. Воевать с нами, вот это мое мнение как экономистов, напрямую никто из них не будет. Они нас будут уничтожать изнутри. Они затягивая нас потом опять в некоторый военный разбор, причем они будут стараться это делать по всем местам, по нашим границам, они хотят вымотать нас, чтобы внутри страны, как всегда в этих случаях происходило, в других странах произошла цветная революция. Кто будет ее вести? Какой олигарх будет проплачивать? Кто это будет делать? Но они нас ведут к этому. А дальше все приходит к власти тех, кого они считают нужным, поставят, отдадут им все наши ядерные, которые опасны для них, все боеголовки и все распилят Россию ее ресурсы. То есть им, вот у них не может быть другого подхода, как нас, они обязаны нас уничтожить. Пусть никто не надеется, кому кажется, что вот завтра они поменяют отношение к нам, придет там другой президент, третий, четвертый. Нет, приговор России вот уверенно, он уже есть этот приговор. Наша страна сегодня, сидя вот в этой стратегии, в которую нас затащили, она обречена, у нее будущего не будет. И возникает вопрос, а что делать? Это же серьезнейший вопрос. Вспомнить надо, а что нам помогло стать великой страной? Что? Вспоминаем планирование экономики с обратной связью. Где мы столкнулись с проблемами? Мы столкнулись в 50-х годах. Почему? А потому, что у нас не хватило ответственности продумать новую модель в соответствии с требованиями науки, экономической кибернетики. Было гораздо проще защищать, как и сегодня все подряд защищают кандидатские докторские, выполняя бюрократические требования. И некогда думать, как реализовать научный подход. Некогда. Это что требует таких сил, такого альтруизма, отказаться от всех благ, от распиливания денег, заниматься наукой. Это же кому? Это же только дураки занимаются наукой. Значит, нам нужно вернуться к тому месту, к тому, где мы, это давно было, где мы обступились. И в конце концов, начинать заниматься серьезным управлением, развитием экономики своей страны. И вот я гарантирую, никто этого не ожидает за рубежом. Во всех их стратегиях, планах уже просчитано, что мы погибнем, действуя по их стратегии. Ничего в России больше нет. Они уверены в этом. Но мы же понимаем, у нас же еще старое поколение есть, которое прекрасно знает преимущества планирования экономики. Мы воспитываем и новое поколение, много молодежи уже являются носителями знаний, кибернетических уже знаний. Вот если мы это, как говорится, будем и дальше терять время, я очень боюсь, что будем. Вот у меня пока, я не вижу никаких предпосылок. Вы знаете, мне многие говорят, а что ты, все правильно, конечно, боятся. Ты же коррупцию все высветишь в эту модель. Покажут прозрачность потоков, то, чего берет, ворует. Зачем вам твоя модель? Естественно, нет. Но все остальные модели, которые бы мы не хвалили, чего бы мы там не говорили, вот надо нам поднять какую-то отрасль. Да не поднимут они ничего. Вы же видите, как вот они же, все те же люди проваливали, все подряд, они проваливали и импортозамещение, провалили технологический суверенитет, проваливать будут все дальше. И они, видимо, кого-то тоже все устраивают. Все до одного, всех устраивают. Но самое интересное, ведь опять-таки, ведь наука не претендует на их места, она претендует на то, чтобы дать знания и вместе помочь вытаскивать страну оттуда, куда ее сегодня загоняют. А загоняют, я еще раз повторяю, к тотальной смерти всех, не только простых людей, но всю элиту. Нам всему готовы на один конец. Там никто никого не ждет. Сегодня эпоха, знаете, какая, вот когда можно кого-то грабить и все хорошо, капиталисты дружат друг с другом. Когда наступает кризис и большой ущерб надо с кем-то делить, а естественно они отталкивают тех, на кого не хотят перекинуть этот ущерб. Мы страна, на которую выкидывают этот ущерб. В 91-м году, когда мы свалились перестройка, мы взяли ущерб на себя, ущерб глобального кризиса. Сейчас они второй раз как следует хотят на нас скинуть ущерб и для того, чтобы мы, в принципе, исчезли из истории. Поэтому я еще раз вот этим как соц говорю, не будет странной существовать нашей. Если китайцы, кстати, думают сегодня тоже, допустим, поживиться за наш счет, следующие будут уничтожены. Они, они это должны прекрасно понимать, потому что они не знают, какая должна быть у них новая модель управления экономикой для того, чтобы им переориентироваться на внутренний рынок и начинать развивать свою экономику для себя. Им только экспорт обрежут, они так же свалятся. А им и так будут обрезать, и торговые пути будут обрезать, следующими будут они. Поэтому если какой-то вот сейчас в иконам опубликована статья китайского профессора, который говорит, а мы не собираемся там с Россией ее поддерживать, она нам особо-то и не нужна. Вот этого профессора нужно было бы хорошо проверить на предотвращенность его к агентам влияния, потому что Китаю будет тоже конец. Я надеюсь, что их руководитель это прекрасно понимает, почему он обеспокоен влиянием англо-американских теорий, так же как и у нас, так и у них, на подготовку специалистов и призывает вернуться к корням китайской мудрости цивилизации Китая пять тысяч лет. Призывает. Но вот эта статья в экономиста она заставляет задумываться над тем, что как-то время идет и отношение тех, кто мы считали наши друзья, партнеры, оно может к нам измениться и они также с удовольствием могут разделить тот ущерб, который несет глобальный кризис, именно перенести его на нас и чем плохо у нас земли, ресурсов у нас много. Так что вот это я хотела сказать, что беда большая, что пока и не хотят слышать. Продолжаем жить в гибельной для России стратегии развития экономики. Продолжаем. Вот так вот, Александр Городович. Немножко грустное окончание такое, то есть продолжаем, но мы же надеемся, мы же оптимисты, да, мы верим, что... А потом у Елены Николаевны столько энергии, что я думаю, что в общем-то переломим мы ситуацию. Вот почему я и сказала, видимо, надо выступить. Понимаете, когда стала готовиться к Кубинскому форуму, я назвала, знаете, как свою статью туда отправила, сейчас вам скажу, глобальная альтернатива конструирования будущего, двоеточие, нарративы, шваба и наука, экономическая кибернетика. Все. А вы мне можете эту статью прислать? Мы ее опубликуем. Я вам все пришлю, конечно. Пришлите, мы ее опубликуем у нас на канале и дадим ссылку потом под этим видео и эту статью. Давайте. Конечно, и статью, и предложение, как я вижу, что надо сделать. Отлично. Отлично. Да, но я даже немножко расширю, потому что они там лимитировали тысяча слов немножко больше, да, чтобы не сокращенный вариант. Ну, я понял. Я понял. Обязательно. Но название, согласитесь, красивое. Другого нет. А, к сожалению, вы же видели, что сейчас, знаете, завтра будет конференция в Белоруссии посвященная одному ученому, который работал когда-то с отцом, я его лично хорошо знала, в Академии при президенте Белоруссии. И я там объявила этот мой доклад, вот, они там чуть не упали от названия. Вообще, прямо мы все в шоке от названия, как-то так никто не задумывался на то, что это все действительно глобальная альтернатива. Выбирайте, нарративы, любое кусочное мышление антинаучное, оно ведет нашу страну туда, где были. Нас спасет только наука, научный подход. А наука, она слушает себя только людям. Ясно. Хорошо. Спасибо, Николаевна, дорогая. Жду статью, потому что название статьи мы прям поместим на это наше видео, так мы его так и назовем, как у вас статья названа, с тем, чтобы было понятно, о чем речь. Вот. Вам всего самого доброго. И вам всего доброго. Успехов. И до скорой встречи, надеюсь. Да, я тоже. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.